Доброе утро! Служба информации, телеканал ОТС начинает свой рабочий день в студии Елены Смирновой. Прямо сейчас расскажем о предстоящей пассивной активности клещей и о ежегодном кубке по художественной гимнастике. Сегодня сибирские аграрии обсудят ситуацию с пассивной и озвучат свои прогнозы на предстоящий урожай. В столице региона проведут традиционный зерновой круглый стол. Главные темы – цены на внутреннем рынке, состояние посевов, а также результаты участия сибирских регионов в биржевых торгах при проведении государственных закупок. Кроме того, представители аграрного сектора соседних областей представят проект первого приграничного российско-китайского железнодорожного транзитного зернового терминала. Не дрова везете! Госавтоинспекторы следят за работой городского пассажирского транспорта. Чтобы застать водителей врасплох, точные места своих дежурств сотрудники ГИБДД не называют. Ежедневно в таких рейдах выявляют десятки нарушений. Обращают внимание на мелочи, которые водители, да и сами пассажиры часто считают несущественными. Тем не менее, каждое пусть незначительное отклонение от правил перевозок может привести к трагедии. Самые распространенные нарушения – не пристегнутые пассажиры в маршрутках и такси, а также переполненность подвижных составов. Штрафуют ГАИшники и за другие правильности. На нарушение правил перевозки пассажиров, также разговор по телефону, ремни безопасности. На конечных остановках текстостояния проверяем, тоже недостатки выявляем. Рулевое управление, тормозную систему, работа в предприятиях с должностными лицами. Клещи проснулись раньше от укусов паразитов. В нынешнем сезоне уже пострадали более тысячи человек в стране. Первые пострадавшие есть и в нашей области. Роспотребнадзор начал мониторинг ситуации, в каких районах клещи наиболее активны. Это необходимо для профилактики, в частности, противоклещевой обработки территорий детских летних лагерей, парков, скверов, мест отдыха. Специалисты напоминают, самое надежное средство защиты от заражения – это прививка. Вакцинацию делают круглый год. Однако особенно важно защитить себя перед летним сезоном, в частности, перед выездом на дачи, если они расположены рядом с лесом. На майские праздники за границу новосибирцы начали активно бронировать зарубежные путевки. Увеличение спроса совпало с укреплением курса рубля, а также длинными выходными, которые ждут нас в начале мая. Самыми популярными странами для отдыха у новосибирцев традиционно стали Таиланд, Вьетнам, Египет и Индия. Начинается сезон и в Турции. А вот для летнего отдыха в Европе новосибирцы в основном выбирают Испанию и Грецию. Однако спрос на зарубежные путевки все еще уступает показателю прошлого года. Он упал вслед за сокращением предложений туроператоров почти на 30%. Около 20% россиян с радостью напишут жалобу на работодателя, если их поощрят премии надзорные органы. И только половина опрошенных готова написать анонимную жалобу ради восстановления справедливости. Центр исследования общественного мнения опубликовал результаты опроса. Напомню, региональные власти посчитали, сколько налогов будет потеряно зарплат, которые получают в конвертах. И придумали новые методы борьбы с уклонистами. Узнать о нарушителях они хотят у сотрудников таких компаний. За информацию готовы платить заявителям процент суммы, который удастся взыскать после проверки. Работодатели подобные меры не пугают. Они уверены, что сотрудники предпочтут промолчать, но не рисковать рабочим местом. Красота и грация. На гимнастическом ковре более 200 спортсменок области примут участие в ежегодном Кубке мэра по художественной гимнастике. В турнире примут участие гимнастки от 10 до 18 лет. Мастера спорта будут показывать программы с четырьмя предметами. Обруч, мяч, булава и ленты. А самые маленькие участники без спортивного инвентаря. Кроме индивидуальных программ, на турнире пройдут и командные состязания. Увидеть состязания можно в спорткомплексе «Заря». И на этом пока все. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро в студии Елены Смирновой. Прямо сейчас расскажем о донорской акции «Дни кино и рок-н-ролла» и о соревнованиях по двоеборью. Сегодня к соседям в Хакасию отправят первую партию гуманитарного груза, который жители Новосибирской области собирали для пострадавших от пожаров. Напомню, всю неделю в столице нашего региона принимали вещи для погорельцев. Специально для этого в городе открыли четыре приемных пункта. Неравнодушных оказалось много. Новосибирцы приносили одежду, обувь, средства гигиены, консервы и игрушки. Отмечу, что общественники даже приостановили на время сбор помощи для Новороссии. Посчитали, что в данный момент поддержка больше нужна жителям Хакасии, где без крова в сутки остались тысячи семей. В Новосибирске с начала года прекратили свою работу больше двух тысяч фирм. Причина – обвал рубля в ноябре 2014 года и экономический кризис, который смогли пережить далеко не все компании. Сильнее всего, согласно статистическим данным, в городе пострадали сферы строительства и ремонта, авто и грузоперевозок, оборудования и инструментов. Тяжело пришлось салонам красоты, здоровья, небольшим магазинам одежды, обуви и ювелирных изделий, а также фирмам, которые занимаются недвижимостью. Меньше всего кризис ударил по промышленной сфере. Фельдшер по призванию в Колыванском районе решает проблему дефицита медицинских кадров на селе. Только за последний месяц в три населенных пункта приехали специалисты, причем жители Новосибирска и других регионов, рассказывает Яна Зенченко. Горошко тогда забрызгивать будете, также ингалитом. Дмитрий Кожевуров теперь хозяин этого фельдшерско-акушерского пункта. Городскую суету решил сменить на спокойную сельскую жизнь. Соколова переехал вместе с родителями. Работает здесь уже почти месяц. Пациенты нового фельдшера – это почти тысячи человек. Не знаю, как дальше будет, но сейчас такой добрый, отзывчивый, расскажет все, посоветует. В общем, очень хороший. Фельдшеров Соколова не было полгода. Все это время люди ездили за медицинской помощью в Колывань, а это порядка 30 километров. Так что некоторые предпочитали заниматься самолечением. Но теперь, говорит Нина Боболева, можно спать спокойно. Дмитрий Кожевуров днем и ночью на боевом посту. Сам молодой специалист настроен серьезно. Уверяет, жить и работать хочет только в этом селе. Квартиру пока снимает. Однако местные власти обещают выделить служебное. У меня своеобразный энтузиазм. Мне здесь нравится, потому что везде поработал. И в неврологической реанимации работал, и на скорой работал, в поликлинике, в детской консультации работал. И массажистом, и частной практикой, и в салонах работал. Ну, не мое это. Здесь я себя нашел пока что. И людям нравится, поддерживают. С приездом Дмитрия Кожевурова заработал в селе и аптечный пункт, которого раньше здесь никогда не было. Кроме Соколова, фельдшеры теперь также работают во вьюнах и в Пономаревке. Власти говорят, молодых специалистов на селе сегодня привлекают в первую очередь жилье. Вот и решают служебными квартирами кадровую проблему в Колыванском районе. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске на площади Ленина в 9 часов утра развернут мобильный пункт сдачи крови. В городе проведут очередную акцию «Помоги делам». Все желающие могут стать донорами и помочь пациентам, которые нуждаются в переливании крови, в первую очередь детям. Напомню, донорская кровь и ее компоненты являются незаменимым средством лечения больных. Городскую акцию в этом году организуют уже седьмой раз. Донорам, которые неоднократно приняли участие в этом проекте, вручат благодарственные письма мэра Новосибирска и почетные знаки. Добавлю, что при отсутствии противопоказаний донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого нужно иметь прописку в Новосибирске или Новосибирской области. И сегодня во Всемирный день рок-н-ролла в столице региона откроют фестиваль кино и рок. В течение трех дней в кинотеатре «Победа» горожане смогут увидеть культовые киноконцерты на большом экране. В программе «Хроника 60-е», где зажигает Джим Моррисон и группа «The Doors», затем «70-е» с неповторимым Фредди Меркьюри и Квинн, и, конечно, «80-е» с «Дуран-Дуран». Легендарные выступления этих музыкантов в амфитеатре «Голливуд Болл» и на арене «Монреаля», аналогов которым просто не существует, перенесут сегодняшнего зрителя в эпоху, когда музыка была политикой, рок-н-ролл религии, а фраза «Маст го он» – стилем жизни. И на этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро! В студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о притоке воды на Новосибирском водохранилище, о противопожарных учениях и об акции «Библионочь». В семь раз выше нормы половодие началось в бассейне Новосибирского водохранилища. Уровень воды в реках поднялся благодаря плюсовой температуре. На этой неделе приток воды в водохранилище уже составляет 2150 кубических метров в секунду. По прогнозу Гидромедцентра, в апреле средний приток воды увеличится еще на 500 кубических метров в секунду. В связи с чем, Новосибирская ГЭС будет постепенно увеличивать расход воды в Нижний Биев. Это позволит снизить скорость наполнения водохранилища и поддерживать запас свободной емкости для приема воды. При дальнейшем росте притока в мае и июне возможно открытие затворов до сливной плотины, чтобы поддерживать уровень воды в Верхний Биев в пределах разрешенных отметок. На предприятии отмечают, что ГЭС полностью готова к безаварийному пропуску половодия. К настоящему моменту завершены все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. Сотрудники станции ежедневно контролируют гидрометеорологическую обстановку, уровень воды в Верхнем и Нижнем Биевах гидроузла. Сегодня, 16 апреля, в регионе дадут старт масштабным учениям по ликвидации лесных пожаров. Первый район, где проверят готовность добровольных пожарных дружин и технику, это будет Сузунский. Здесь в тренировке будут задействованы новые пожарные машины. Кроме того, лесоводы специально проведут плановые контролируемые отжиги сухой травы, чтобы отработать действия, необходимые при тушении огня. Оценивать учения будут специалисты областного департамента лесного хозяйства и сотрудники МЧС. Все подробности мои коллеги расскажут в вечерних выпусках новостей. Чем день библиотеки отличается от ночи в библиотеке? Сегодня журналисты узнают, что ждет книголюбов на ежегодном фестивале чтения, который проведут в ночь с 24 по 25 апреля. Напомню, что акция «Библионочь» впервые организовали в 2012 году. В рамках этого мероприятия библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространство специально продлевают время работы. Общий враг и общая победа. В Северном районе более 200 человек получат юбилейные медали. Среди них фронтовики, труженики тыла и бывшие узники концлагерей. Подробности в сюжете Елены Кинт. «Председатель наш гнал коня, а на поле жили тракторный отряд. Вот нам сказали, мы рядом съехались, на одной полосе пахали на конях. Вот и гадали, что нам делать. Или бросать и в деревню ехать, или пахать. И я решил, пахать будем». А мужики побежали в деревню, вспоминает Егор Павлович о начале войны. Он с 10 лет работал в колхозе, а в ноябре 1944-го призвали в армию. Ему едва исполнилось 17. Четыре месяца учебы в минометном училище и на фронт. Восточный фронт. «В пустыню Гоби прошли всю. Там Дарина смерти была. И даже где урановая руда, сейчас помню, черная все урановую руду на поверхности добывает. Мы шли больше месяца. По 50 километров шли за сутки. У нас не было, чтобы, значит, ночь отдыхать. Ночь, наоборот, шли. Жара сильная была. Умирали даже от солнечного удара». Вышли к реке, где стояли японские части. Течение лошадей с ног сбивало, рассказывает Егор Павлович. Как оказалось, плавать умел только он. В три приема переплавил миномет и ждал на другом берегу остальных, чтобы пойти в наступление. «Я из окопа вылез. Ну что, стреляют? А мне же интересно. Я пацаном был, на охоту ходил. Стрельба мне привычная была. Ну, я вылез, и тут пулеметчик, как вырежал по мне. Они меня за ноги сдернули. Мужики спрашивают, ну и что, будешь глядеть? Ага, целые нет, сначала проверили. Тут дыры. У этого плеча дыра, и тут где-то у локтя дыра. Ага. Я говорю, ничего не больно». Это было первое боевое крещение. В одном из боев контузило. Неделю лежал в госпитале и опять в бой. Домой вернулся лишь в 51-м. Семь лет рядовой черношвец охранял рубежи тогда еще Советского Союза. За эти годы Егор Павлович совершил много подвигов. На его кители ордена и медали. Сегодня очередная награда. Юбилейная. И особенно дорогая. Вместе с Егором Павловичем юбилейные награды в этот раз получили еще 15 тружеников тыла. Всего же до Дня Победы в Северном районе будет вручено 233 медалей, 9 из которых посмертно. Их передадут на хранение родственникам. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. И на этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о пробках в Новосибирске, о преференциях для работающих родителей и о салюте на 9 мая. Сегодня к соседям в Хакасию отправят первую партию гуманитарного груза, которую жители Новосибирска собрали для пострадавших от пожара. Напомню, всю неделю в столице нашего региона принимали вещи для погорельцев. Специально для этого в городе открыли 4 приемных пункта. Неравнодушных оказалось много. Новосибирцы приносили одежду, обувь, средства гигиены, консервы и игрушки. Отмечу, что общественники даже приостановили на время сбор помощи для Новороссии. Посчитали, что в данный момент поддержка больше нужда жителям Хакасии, где без крова в одни сутки остались тысячи семей. Где и когда возникают пробки? Известный интернет-портал провел исследование загруженности дорог за год. Самым сложным месяцем оказался минувший декабрь. Меньше всего пробок было в июле 2014, когда многие автомобилисты уехали из города. Максимальные 10 баллов были зафиксированы лишь два раза – 19 и 24 ноября. И связано это было с внезапным снегопадом. Что же касается ежедневной ситуации, то обычно часы пик приходятся на утро с половины восьмого до половины десятого. И вечером с 17.30 до 19.30. И это все вне зависимости от времени года. В будни свободнее всего на дорогах в понедельник, а самый загруженный, как правило, пятница. Рейтинг самых длинных пробок возглавляет Бердское шоссе и улица Большевистская. Родителям с детьми предоставят преференции на работе. Это предусматривает новый план реализации концепции государственной семейной политики в нашей стране. План включает 65 мероприятий, которые направлены на поддержку семей, улучшение жилищных условий, обеспечение социальной защиты детей, также профилактику семейного неблагополучия и детской беспризорности. Кроме того, семьи с детьми будут иметь приоритет при получении господдержки, если откроют свое дело. И если верить плану, то в июне 2016 года в России будет введен общероссийский праздник День Отца. Сердце отдать детям. В регионе проходит конкурс профмастерства среди педагогов дополнительного образования. Творческое развитие детей, поддержка талантливых педагогов – главная цель мероприятия. Номинации конкурса – социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, изобразительное и декоративное прикладное творчество и другие. За звание лучших в своем деле поборются 35 педагогов. И в День Победы, 9 мая, артиллеристы Центрального военного округа дадут в Новосибирске 70 праздничных залпов из орудий и салютных установок вознаменования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба округа, первые артиллерийские залпы жители города услышат уже в 10.15 местного времени. Они будут произведены с пересечения улиц Военная и Каменская. Основная часть праздничного салюта начнется в 22.00 с городского пляжа Наутилус. Для проведения салюта будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки на базе автомобиля КАМАЗ. В организации залпов будет задействовано более 40 военнослужащих общероссийского объединения и свыше 10 единиц военной и специальной техники. Песни за колючей проволокой. Сегодня в нашем регионе проведут всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных Калина Красная. Первый этап уже провели среди осужденных всех исправительных учреждений Новосибирской области. В финальном концерте примут участие 22 человека, из них 4 осужденные женщины. Добавлю, что Калина Красная – это первый в истории России ежегодный конкурс песен среди заключенных. А теперь о профессиональных музыкантах. Сегодня в Новосибирской государственной консерватории откроют «Сибирские сезоны» – международный фестиваль современной музыки. Публика услышит произведения разных жанров, в частности хоровое пение, фортепиано, камерно-ансамблевое исполнение музыки. Коллективы представят сочинения композиторов 20 и 21 века от классиков современности, таких как Фрэнсиса Пулека и Авро Пярта, а также малоизвестных в Сибири авторов Эрика Уиттерка и Ефрема Подгайца. Кроме того, на сцену выйдут солисты, которые владеют такими изящными инструментами, как кларнет. Завершит программу фестиваля 23 апреля – концерт камерной музыки. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите уже через полчаса. Хорошего дня и до встречи.